Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет получили ответ Катара на ультиматум. Об этом говорится в совместном заявлении стран. В чем суть ответа не уточняется. Однако представители этих государств заявили, что своевременно дадут свой ответ. 3 июля срок ультиматума был продлен на 48 часов. Ранее глава МИД Катара заявил, что страна не выполнит ни одного из 13 предъявленных ей требований. Напомним, ультиматум был выдвинут после того, как ряд стран Персидского залива обвинили Эмират в поддержке терроризма. Вслед за этим последовал разрыв дипломатических отношений и транспортная и экономическая блокада рядом государств региона. Госпредприятие Антонов предложило США совместно развивать программу самолета Ан-77. Это произошло в ходе визита на предприятие делегации Комитета транспорта и инфраструктуры Палаты представителей американского конгресса. В украинской компании считают, что Ан-77 может занять нишу между Си-130 с коммерческой нагрузкой до 21 тонны и Си-17, нагрузка до 76 тонн. Антонов предложил делегации привлечь к этому проекту американские самолётостроительные компании и поставщиков оборудования. Этих собак теперь связывает нечто большее, чем дружба. Двухлетняя Роа пожертвовала свою кровь для спасения Алоу. Это помогло второй собаке выжить. Ветеринарная клиника в Канберре оказывает скорую помощь животным. При чрезвычайных ситуациях часто необходимо переливание крови. Специалисты создать банк крови для собак. «Когда нужна кровь, то получить её надо быстро. Нет времени искать донора, делать забор, а потом переливать. Она нужна под рукой и должна быть готова к работе». Ветеринары призвали владельцев собак приводить своих питомцев для сдачи крови. Процедура длится всего 5-10 минут. Теперь в клинике надеются, что у них появятся и кошки-доноры. «Наша мечта – создать в будущем полноценный банк крови, в котором будет храниться кровь и собак и кошек. Её смогут брать другие ветеринарные клиники региона». В ветеринарную больницу неотложной помощи в Канберре регулярно приводят 35 собак-доноров. Владельцы немного жалили своих питомцев, но всё же хотят и дальше помогать тяжёлым пациентам клиники. Ежегодный чемпионат по скоростному поеданию гамбургеров прошёл в Вашингтоне. За поглощение булочек с мясными котлетами принимают сразу 14 участников. Победительницей конкурса вышла Молли Скайлер, жительница Калифорнии и мать четверых детей. За 10 минут съела 21 гамбургер. В прошлом году титул чемпиона также достался ей. «Кажется, в прошлом году я съела 26 или 27 штук, но в этих так много булки, слишком много». Зрители с восторгом следили за состязанием. «Нам очень понравилось. Это выглядит потрясающе и удивительно». Некоторые участники конкурса говорят, на победу не рассчитывали. Просто захотелось гамбургеров. «Я надеялся съесть хотя бы шесть, поэтому рад, что добрался до седьмого. Семь – счастливое число». Правда, за конкурсанта волновалась его девушка. Боялась, что парень переест. «Я немного беспокоилась. Думала, вдруг его затошнит. Мы надеялись, что его не вырвет, и всё прошло нормально. Так что мы очень рады». Ну а чемпионка по поеданию гамбургеров Молли Скайлер забрала денежный приз в размере полутора тысяч долларов.